Ты, Вадим, соберись и не сомневайся, ты благое дело делаешь. И хотя говорят, что благие дела делают радостно и легко, нельзя забывать, враг-то не дремлет, то есть противодействует. Знаменитая роль режиссера Самарского драмтеатра Валерия Гришко в фильме «Левиафан» в этом году наделала немало шума. После выхода ленты в свет Самарское православное сообщество заявило, что своей ролью Гришко оскорбил чувства верующих, а в интернете появились гневные отзывы о фильме в целом и о самом Гришко в частности. На встрече с актером глава Министерства культуры России Владимир Мединский прокомментировал киноскандал. Я эти обращения читал, относился к ним, самое мягкое слово, с иронией. Потому что я очень хотел переслать их тут же Олегу Павловичу Табакову. Да, и многим можно переслать. Да, и броневой, я думаю. И многие могли бы высказаться. Я бы сказал, что образ, например, Шелленберга, он в какой-то степени даже вызывает симпатию. Ну вообще, актер должен быть адвокатом. Да, на фоне остальных, да. Это, конечно, симпатия зла, но тем не менее. Поэтому предъявлять подобные претензии к актеру. На встречу зашла речь и о премии «Золотая маска». Собеседники сошлись во мнениях, заявив, что не считают ее объективной. Также Гришко рассказал Мединскому о жизни Самарского драмтеатра, последних премьерах и о достижениях молодых артистов. Мы гордимся нашей молодежью. У нас уже третье поколение, которое мы сами воспитали. Раньше, когда не было этой возможности, мы брали со стороны выпускников разных училищ. Это разные школы, разные навыки. И сейчас уже третье поколение, третий курс воспитывается. И два курса уже в театре работают. Ну, те, которые остались. Не все, конечно. Остаются лучшие. В завершение встречи Валерий Гришко пригласил министра посетить спектакли Самарского театра драмы. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok